Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами поговорим о механике, а именно о положении тела в пространстве, о механическом движении и об относительности механического движения. Если у нас в пространстве находится какое-то тело, надо как-то понять, где оно вообще находится, и для этого у нас есть три способа задания положения тела в пространстве. В любом случае нам нужно ввести координатные оси, например, x и y, чтобы пользоваться тремя этими методами. Первый метод — это координата. Мы можем просто по оси абсциссы, по оси ординат задать координату и по ней определить, где находится тело. Можно сделать это с помощью вектора. Нам тоже потребуются координаты, и вектор проводится из начала координат, собственно, вместо расположения тела. И уравнение — это математическая модель положения тела в пространстве. И, соответственно, если это тело передвинулось, то мы имеем дело с механическим движением. Механическое движение — это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени. И механика отвечает на свой самый главный вопрос, где же находится тело в данный момент времени. Это ее основная задача. И чтобы описывать механическое движение, нам нужно для начала ввести систему отчета. Это совокупность тела отчета, относительно чего мы считаем. Система координат — это вот как раз-таки оси x, y. И неподвижный прибор для измерения времени, например, часы. На картинке мы видим, что Луна движется вокруг Земли. И в случае, если мы тело отчета располагаем на Земле, то тогда у нас Луна движется по окружности. Если же мы расположим тело отчета на Солнце, то тогда и Земля будет двигаться вокруг Солнца, и еще Луна вокруг Земли напоминает траекторию с окружности на синусоиду. И если тела, как мы сейчас увидели, могут двигаться по-разному относительно разных тел отчета, то мы имеем дело с таким понятием, как относительность движения. Например, если мы сидим внутри поезда, то поезд относительно нас неподвижен. Нам кажется, что он не двигается. Но нам кажется, что двигается окружающая среда. Если же мы, наоборот, встанем на перроне, то тогда нам будет казаться, что поезд едет, а среда вокруг нас неподвижна. Сегодня мы с вами узнали, как же определить положение тела в пространстве, что такое система отчета относительно движения, и продолжим мы с вами на следующих занятиях. Спасибо за внимание.